В Чувашии подводят итоги социально-экономического развития за первое полугодие. И начать решили с буквы А, Аллатрский район и город Аллатырь. Что сделано и что еще предстоит, глава республики обсудил с активом муниципалитетов. Первый пункт маршрута – поля компании Кипиай Аграм. В Аллатрском районе посевная площадь составляет почти 9 тысяч гектаров. Помимо традиционных культур здесь выращивают рапс, сою и гречиху. Причем настолько успешно, что последнюю фасуют прямо на месте. И уже поставляют в Ульяновскую область. На предприятии используются передовые информационные системы мониторинга выполнения работ. Вся техника оборудована спутниковыми датчиками отслеживания, местоположения и уровня топлива. Состояние посевов контролируется спутниковой системой. Всего у нас 24 комбайна. Соответственно, здесь они пришли в прошлом году с уборки, вот здесь поставили. Сейчас все обслуживание ведется в Заречном. О ведении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, об исполнении бюджета и других направлениях социально-экономического развития говорили на встрече главы Чувашии с активом Алатарского района. В первом полугодии выросли товарооборот и средняя заработная плата. Средства, выделенные на реализацию 14 муниципальных программ, освоены практически на 50%. Эффективно работает в Алатарском районе и программа инициативного бюджетирования. В первом полугодии реализованы 9 проектов. Еще 8 находятся на рассмотрении. Глава Чувашии поблагодарила жителей муниципалитета за активность. Вот этот инструмент нам позволяет где-то в свое время отремонтировать водопровод, где-то отремонтировать водонапорную скважину, где-то обустроить дворовые территории, а где-то оснастить спортивного рода. Я надеюсь на вас, рассчитываю на вас. У меня нет никаких сомнений, что все 9 проектов в этом году вы эффективно будете реализованы. Михаил Игнатьев отметил, что в текущем году более 220 миллионов рублей выделяется району по межбюджетным трансфертам. В селе Сойгина будет введен в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт. Завершается проектирование школы в Чуварлеях на 250 мест. Зашел разговор и об изменениях пенсионного законодательства. Сегодня в стране сокращается количество трудоспособного населения и растет число пенсионеров. Дефицит пенсионного фонда составляет порядка 1 триллиона рублей. Так, трудоспособное население Чувашии не в состоянии обеспечить пенсионеров, проживающих на территории республики. Регион, как и многие другие субъекты, получает миллиардные средства с федерального бюджета на выплаты пенсий. Увеличение пенсионного возраста поможет решить эти проблемы. Елена Гальперина, Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика.